У нас сегодня сабы не работают. Вы видите один кубок, вот этот крайне правый. Extreme Desmatch, не Extreme Desmatch, а Street Stock Desmatch. Ценой второго места, то есть вице-чемпионства, вот цена это было как раз-таки два сабок. Средний рез из багажника с двух пятнах составляет 155,8 на квалификации и 155 плюсов в течение пяти минут. Действительно проект, пушка, пневма, диски, тонировка. Я вообще не знаю, как они такое расстояние преодолели вообще в полном бункере. Инфа для посадочников, по пневме здесь стоит четырехконтурная версия. И, кстати, опускается она по стулку, смотрите. Ну, все это в максимум. Не сказать, что половина диска залазит, но в нижнем положении она вообще бомбически смотрится. Это одна из самых таких красивых прибор, которые я вообще видел. Если даже убрать отсюда музыку, здесь все именно строго и красиво сделано, нет никакого колхоза. Нравится ли вам такой стиль? Или вы любите посадку в виде обрезания пружин и стоковой версии на штампах? Вот, в общем, комментариях, штампы или нормальные диски и нормальный видон. Единственный, наверное, косяк по стилю, это вот эти наклейки. Ну и вот эта боковая тоже, я, по-моему, рекомендовал заменить. Теперь давайте разглядывать инсталл, что внутри, снаружи. Да, она бомба смотрится. Начнем с фронта. Да, у нас пищалки, получается, 335-ые, 6 бар. Вот, вот это я уберем, 6 бар. MX-80 качают их Devons 2,500-ый и на пищалке здесь стоит 200.4. Получается, как и внешка, так и внутрянка выполнена на очень крутом уровне. То есть, подиумы ровные, перетянуты, все идеально. Никакого раптора здесь нет. Сеточки прикручены, все черненькими саморезиками, шестигранниками. Но все действительно круто и выполнено вот в едином стиле. Здесь сиденья стоят из другого автомобиля. Они также перешиты. Здесь есть алькантара, зеленая строчка. Красиво интегрированы и органы управления пневмой, всякие датчики и головное устройство. Теперь опускаю. А ну, посними, как колесо опускается. Я хочу это сделать. Блин, я на эскалейте себе такое хочу. Блянь, как. Джекель. Главное, чтобы порог не лег, неровность и мы не поломали. Все, до Талова спустили. В общем, органы управления пневмой. Ну, в принципе, как и у всех тазоводов, как выглядят. Это у нас в итоге стеклоподъемники. То есть, стеклоподъемники перед, зад. Это мы опускаем пневму. Здесь, ну, это, по-моему, КамАЗовские приборы. Я не знаю, не разбираюсь. И датчик давления. В общем, в пневме я не шарю, я вам покажу. А вы там скажете, нормально, грамотно здесь реализовано или нет. Здесь на двух открытых, с багажника, с двух пятнах, 155. На открытую дверь, на одно, 157. Давай! Уф, красавчик, блядь. Три, два, один, заряжай. И напомню, результат дезматча, на котором, ну, система пришла в крах. 155 плюс за пять минут. Это действительно уровень. И именно благодаря такому резу удалось достичь второго места. То есть, подняться на вице-чемпионство. Посмотрим самовое звено. Двери, как вы видите, здесь нету никаких ручек. Они открываются с помощью электрического движка. Ты нажал и открыл. Также открывается багажник. Но у меня приора была. Насколько помню, это делается примерно вот так. О, открылось. Наверное, багажник открылся. Открылся. Крышка, кстати, не такая тяжелая. Я думал, здесь будет больше шумки. Потому что обычно штатные держатели вообще не выдерживают данного веса. Теперь короб. Также он в цвет автомобиля покрашен. И с этой стороны сабов не видно. Дело в том, что сабвуферы смотрят в крышку. Вот в эту, в сидушку. Два саба смотрят в сидушку. А здесь у нас в порте, ну, поскольку сейчас система не работает, есть кепка. Есть еще одна кепка. Есть форма, да? Точно форма. Короче, здесь много вещей. Пока это вот такую роль выполняет. Теперь откидываю сидушки и показываю, как там все сделано. А вот это уха, видите? О, вот еще здесь тыл грамотно заинсталирован. И Серега мне в день соревнований звонил, говорит, найди мне 13-е динамики. И дело в том, что машина по классу, как она, стрит-сток, по-моему, называется, должна соответствовать штатной комплектации. А в штатной комплектации есть 13-сантиметровые динамики вот в этих вот треугольничках. И поэтому пришлось вот так их инсталлировать сюда. В ЭМИ чемпион, в басрейсе чемпион, в дезматче вице-чемпион. И по горелым сабам тоже чемпион. А в ЭМТ не пустили? В ЭМТ пошел надо. Почему? Там проиграл. Маленько проиграл, что в тройку не вошел. В тройку не вошел, да? 0.03. Здрасте, Серега, где твои сабы? Где сабы? Я это уже сделал, конечно, но для вас покажу. Я думал, что они здесь есть. На, подожди, вот так это делается. Инсталл, видите, крутой, все нормально, провода зафиксированы, все аккуратно. Но не зря же человек чемпионца забрал в ЭМИ, да? Ну и теперь супер чемпионский инсталл сабвуфера. Смотрите, хопа! А их тут нету. Они на ремонте. Стояли здесь 415-й. Вот, пять минут они держались, держались. Но Серега Лешка дал, упорол им клипа и в соответствии упорол сабвуферы. Вообще надо про это говорить или не надо? Это плохо говорит, что ума техника легла. Почему? По проекту Сергея Тульнова, Live Sound, подписывайтесь на его контакт, инстаграм, здесь оно вот такими буквами написано. Да, у нас нет сабвуферного звена. И почему я так открыто говорю, что сгорели сабы? Автомобиль участвовал в самом тяжелом музыкальном классе, где проверяется стойкость системы, где можно... Ошибка стоит, ну, работоспособности системы. То есть, дал чуть клипа, за пять минут катушка там нагревается, перегревается, дал клипа и ушатал сабы. Это вполне нормально, это спорт. И нужно понимать то, что не бывает вечных каких-то двигателей, сабвуферов и тому подобное. А в спорте случается все, потому что техника работает всегда на предельном режиме. А, кстати, частота вас интересует, наверное. 44 Гц на 44 здесь пик. В общем, такая полубоевая, полумузыкальная система приори. Ну, и фронтец. Или вообще можете включать? Давай, не будем включать. Сергей в следующем году приедет уже на полноценной работающей системе. И мы выложим это видео уже, когда автомобиль все в целом будет работать. На финал приехало огромное количество автомобилей, поэтому я их для вас отснимаю, показываю, ну, как есть по факту. Поэтому подписывайтесь, комментарии по поводу внешки, по поводу системы, по поводу реза. В общем, по поводу всего. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok